Приветствую вас дорогие зрители! Сегодня у нас на обзоре будет мега емкий телефон Oukitel K6000 Pro! Как многие уже догадались из названия главная фишка у этого телефона это батарея на 6000 мА. Как видите основные характеристики диагональ телефона составляет 5,5 дюймов, встроенной памяти 32 гигабайта, оперативной 3 гигабайта, здесь у нас процессор восьмиядерный 6753. Ну давайте посмотрим насколько это соответствует действительности и что же за аппарат стоимостью в 180 долларов у нас в коробке. Кстати я брал его по акции за 150 долларов и сейчас тоже действует на него акция, так что поспешите если хотите сэкономить 30 долларов. Ссылка как обычно внизу под видео. Итак начнем. В комплекте вместе с телефоном идет, что у нас, ну как видите сам виновник торжества, телефончик. И он даже идет в силиконовом чехле, это хорошо, прям как Куба ТАЖ 2 тоже в силиконовом чехле идет, телефон это плюс, скрепочка. Тут у нас внутри идет инструкция и даже вот видите гарантийный талончик есть, это тоже хорошо, инструкция на английском языке. А, здесь даже и на русском есть, так что сможете разобраться. Оу, у нас здесь идет еще и, это не стекло, это у нас защитная пленочка. Тут у нас наклеена и транспортировочная и защитная пленка, так что запасная защитная пленочка это тоже хорошо. Что тут у нас идет еще? Зарядное устройство, и зарядное устройство у нас с силой тока 2 ампера и поддерживает зарядку на 5 вольт, 7 вольт и 9 вольт. И это действительно так, на 9 вольт, действительно выдают 9 вольт, это зарядное, так что зарядное устройство хорошее. Шнурок USB и здесь у нас еще идет OTG кабель. Телефон имеет поддержку OTG, можно подключать к этому телефону периферию. Вот такая вот хорошая, в принципе, добротная комплектация имеется. И мне кажется, что, ну вот, такие комплектации должны быть у всех телефонов. Мне нравится комплектация этого телефона. Давайте теперь перейдем к внешнему виду. Телефон выходит в двух цветах, темно-сером и серебристо-белом. В темно-серой модели передняя часть полностью черная. Значит, сборка телефона на хорошем уровне, никаких люфтов, ничего не болтается, ничего не скрипит. Никаких прогибаний. Как видите, зазоров тоже никаких нет. Все ровненько, стык-стык. То есть, ну, отличная сборка, отличная сборка, мне нравится. То есть, качественная. Каркас выполнен из алюминиевого сплава у телефона. И задняя крышка, вот эта тоже из алюминия. Внизу имеются вверху пластиковые вставки, покрашенные под алюминий. Учитывайте, что алюминий имеет свойство царапаться. Поэтому лучше носить, конечно, в бампере этот телефон. Сзади у нас, видите, расположился основной динамик. Логотип компании Oukitel. Сканер отпечатков пальцев. Основная камера. Вспышка. Двойная вспышка. Вверху мы имеем стандартный джек для наушников. С правой стороны качелька громкости и кнопка включения-выключения, которые сидят хорошо, не болтаются, не люфтят. Тоже отлично. Внизу мы имеем microUSB разъем, отверстие для микрофона. А с правой, с левой стороны мы имеем комбинированный слот под microSIM. Либо две microSIM карты, либо microSIM карта и microSD карточка. Слот у нас цельнометаллический, то есть состоит из одной части. И это хорошо. То есть хороший добротный слот не поломается. Это плюс. Спереди мы имеем защищенное Gorilla Glass стекло третьего поколения. С применением технологии 2.5D, то есть загнутые края стекла. Внизу имеется, видите, у нас три сенсорных кнопки, которые не подсвечиваются назад меню и домой. Точнее, домой меню. Вверху мы имеем фронтальную камеру, разговорный динамик и индикатор событий. Но, к сожалению, нет у этом телефоне. Зато есть датчик приближения и датчик освещения. Давайте теперь взвесим телефон, посмотрим, сколько он весит. Вот, наконец-то. Весит данный аппарат 216 грамм. Не сильно тяжелый. Это плюс, потому как вот именно благодаря алюминиевому сплаву он не сильно тяжелый. Помню, Cubot H2 с батареей в 5000 мА весил тяжелее, 230 грамм, если я не ошибаюсь. А этот, видите, здесь 6000 мА. И сразу вам скажу, здесь реальные 6000 мА. Замерял USB тестером. Да, действительно, вместило 6000 мА. В этом плане молодцы. На борту Android 6.0 с беспроводным обновлением. Но сразу хочу вам сказать, что беспроводное обновление находится вот здесь, видите, в меню. Я вначале залез вот в настройки, думал, как обычно, где-то оно вот здесь находится. Но тут у него не оказалось. Думал, что вообще беспроводного обновления нет. Значит, русификация, то есть перевод корректный, хороший. Ну, процентов, как обычно, на 95. У нас не перевели, естественно, бесконтактное управление, помните, можно перелистывать. Потом, что еще не переведено? Не переведено у нас разблокировка там двойным тапом, вот эти жесты, умные жесты, в общем, тоже не перевели. Вот такая вот фишечка, которая вот появляется у нас на рабочем столе. Такая штучка есть. Здесь тоже не переведено на английском языке. Она то есть, можно ее включать и выключать. И еще у нас не переведено вот... Нет, это умные жесты. Еще вот такая вот фишка. Вот здесь можно, видите, когда вам кто-то звонит, если вы на каком-то совещании, вы вот так вот потрясите телефоном и звук перестанет поступать с телефона. То есть, можно быстро выключить звук на телефоне, но вам дальше будет продолжать звонок идти. И здесь тоже такие умные всякие фишки. То есть, три пальца провели скриншот с экрана. Потом вот такая фишка. Сейчас вот если мы зажимаем, видите, у нас можно обрисовать вот такой... Я не знаю, для чего она надо. И у нас можно сохранить вот такую картинку вот именно там, где у вас внутри получилось. То есть, можно сохранять. Потом, если три пальца вверх провести, мы войдем сейчас в камеру. Да, вот видите, в камеру вошли. То есть, три пальца вверх. Два пальца вниз у нас, видите, звук выключился. Два пальца вверх, звук полностью на максимальную настройку. И двойной тап, видите, заблокировал телефон двойным тапом. Ну, вот такие вот фишки у этого телефона. Еще что у нас есть? Wi-Fi монитор, ход к нот, передача данных, ход к нот у этого телефона тоже присутствует. Ну, а так, в принципе, где еще на английском языке? Ну, вот здесь в настройках вот такой вот лаунчер немного не доперевели. В остальном все на русском языке. Видите, здесь можно тоже так же иконки менять. Надоели вам такие иконки, поставили вот такие иконки. Тоже такой плюс. Заставка для спящего, ну, не спящего режима, для... Не экранная заставка, а когда вот у вас, включаете, видите, здесь другая немного заставка. Можно менять. То есть лаунчер у нас стандартный, видите, находится, есть кнопка меню, не находится на рабочем столе. Нет у нас гугла, который нужно там как-то убирать. Здесь, видите, все у нас пусто. Это тоже такой плюс. То есть в программной части у нас все отлично. Сразу хочу сказать за сканер отпечатков пальцев. Один из лучших сканеров отпечатков пальцев. Почему? Потому что, во-первых, процент попадания очень высокий у этого телефона. Да, конечно, он не сразу разблокируется, не там мега шустро. Но смотрите, как я быстро палец убираю. Видите, я быстро, то есть не надо там долго ждать. Быстро, быстренько он распознает. То есть это очень и очень хорошо. Зайдем в Antutu. Как видите, у нас набирается процессор 37 тысяч попугаев. Стандартное количество баллов для этого процессора. Напоминаем, что у нас здесь процессор. 67,53. Но вот минус, смотрите, Android 32-битный. Процессор 64-битный, Android 32-битный. То есть надо будет, думаю, обновлять прошивку, чтобы работал, как говорится, на полную мощность. Графический процессор Mali-T720. Разрешение дисплея Full HD. Диагональ, напоминаю, 5,5. Камера на 16 мегапикселей. Оперативной памяти 3 гигабайта. Встроенной 32. На самом деле, видите, доступно 26. Но, сами понимаете, завершается. Процессор, кто не знает, на 64-битный, 8-ядерный, тактовая частота 1,3 гигагерца. Мультитач. Мультитач у нас на 5 касаний. И он качественный, видите, никаких проблем у нас с этим нет. Хороший мультитач. Фронтальная камера на 8 мегапикселей. Ну и давайте теперь по датчикам. Как видите, у нас есть, присутствует дополнительно ориентир-сенсор, магнитный сенсор, ну и стандартные датчики. Звуковой. Датчик приближения, который работает, ну, очень-очень-очень чувствительный. Датчик освещения тоже, видите, хороший, чувствительный, хороший датчик. Ну, и акселерометр, конечно, тоже работает. Теперь по Wi-Fi. Как видите, Wi-Fi уровень сигнала берет хорошо через три стены, уверенно держит Wi-Fi. То есть, в этом плане никаких у нас проблем нет. Теперь по поводу OTG. Как многие понимают, если есть в комплекте OTG, то, естественно, будет поддержка у нас OTG функций. Видите, USB флешка у нас присутствует. Можно подключать всякую периферию. Теперь по поводу дисплея. По поводу дисплея. Естественно, дисплей у нас LTPs технология тоже применена. OGS, то есть, воздушные прослойки между тачем и дисплеем у нас нет. И смотрите, я буду нажимать сейчас на экран. Видите, я с таким уверенным усилием, и у нас не появляется таких каких-то разводов. То есть, видно, что стекло хорошее, хорошее, добротное стоит на этом телефоне. Давайте теперь посмотрим углы обзора. Смотрите, углы обзора хорошие. Никаких у нас нареканий и проблем нет. Ну, как сами понимаете, сейчас уже я не знаю, на каких телефонах плохие углы обзора. И давайте сейчас еще посмотрим нижний порог яркости. Ну, видите, вот нижний порог яркости. Комфортно, можно будет ночью сидеть без проблем для вашего зрения. Так что с дисплеем у нас все в порядке и все хорошо. Телефон работает в 2G, 3G и 4G сетях. То есть, в этом плане все отлично. Напоминаю, что у нас только один слот поддерживает 3G и 4G. Второй слот рассчитан только на 2G поддержку. Учитывайте этот факт. Теперь по поводу разговорного динамика и микрофона. Проверял, тестировал, никаких проблем нет. Отлично, все прекрасно слышали, что я говорю. И я тоже прекрасно всех слышал. Звучание в наушниках меня тоже устроило вполне. То есть, я не скажу, что там такое самое крутое звучание, но достойное на хорошем уровне. Все, опять-таки, напоминаю, зависит еще от самих наушников, которых вы слушаете. Теперь давайте послушаем звучание основного динамика. Что я хочу сказать? Хороший динамик, не сильно такой мощный, громкий. Бывали динамики помощнее у меня. Но на достойном уровне никаких хрепов, репений, ничего замечено не было. То есть, хорошее звучание. И, как слышали, когда я ложил телефон, перекрытия тоже никакого не было. То есть, со звучанием здесь все в порядке. Давайте теперь посмотрим GPS-модуль. GPS-тест телефона Oukitel K6000 Pro. Запускаем. И смотрим. Ну, вот спутники практически моментально. Холодный старт. Как видите, он поддерживает не только GPS, но и GLONASS. Погода у нас сегодня пасмурная. Уровень сигнала все равно хороший. Так что телефоны использовать в качестве GPS-навигатора, да и вообще в качестве такой карты, можно без всяких проблем. Не переживайте в этом плане. Стандартный тест Asphalt 8 на максимальных настройках. И давайте посмотрим. Как видите, небольшие-небольшие подтормаживания все же присутствуют. Ну, многие уже знают, что процессор 6753 в связке с Full HD разрешением будет подтормаживать. Поэтому играть на максимальных настройках в мощные игрушки, к сожалению, нельзя будет. Нужно будет ставить средние настройки. Ну, так, в большинстве игрушек спокойно будете играть. Ну, в общем, учитывайте этот факт. Учитывайте этот факт. Я бы не сказал, что это такой игровой телефон. Нет. Этот телефон предназначен больше для других людей, которые будут не играться в телефоне, а им нужна, допустим, емкая батарея. То есть, учитывайте этот факт. Спокойно можно, конечно, во все игры играть. Просто, что на максимальных настройках, ну, перебьетесь немножечко. Начнем с фонарика. Посмотрим, как у нас в темноте светит фонарик. Довольно-таки мощно, хорошо. Мощность. Два светодиода. Хорошо имеет подсветку. Точно в темноте не заблудитесь. Фонарик хороший. Теперь камера. Камера у нас имеет модуль на 16 мегапикселей. Автоматическая фокусировка, да, присутствует. Давайте посмотрим. Смотрите, по-моему, все идеально. Идеально фотографирует на свои 16 мегапикселей, отрабатывает отлично. Отлично! Камера хорошая. Давайте теперь вот в темноте немного сфоткаем, посмотрим, как у нас в темноте справляется камера. Ой, что-то палец его немного засветил. Ну, ничего, ладно. Ну, смотрите, супер, супер в темноте. В темноте у нас фотографирует отлично. Камера на свои. Отлично, отлично. Хорошо, хорошо получается снимки. Хорошие. Хорошие снимки получаются в темноте. Смотрите, тут у нас только пейзажная съемка и панорама. Больше никаких других фишек нету. К слову говоря, видео, точнее фото у нас есть также, смотрите, здесь непрерывная съемка. 99 снимков можно одновременно зажимать. И тут будет много, видите, снимков. То есть, знаете, как многие любят, подпрыгнули, пофотографировали, если в таких интересных позах себя поймали. Тоже большой плюсик такой, хороший плюсик можно поставить. Так, теперь фронтальная камера. Давайте посмотрим. Фронтальная камера. Ну, давайте посмотрим, посмотрим. Ничего, хорошо. Хорошо, тоже отрабатывает. Неплохо, хорошие селфи снимки сможете иметь с этой камерой. Так что и с фронтальной камерой тоже все у нас отлично. А дальше думаю, что смотрите фото и видео, примеры с камеры и сами судите. Тест камеры телефона Oukitel K6000 Pro. Видео записывается в Full HD разрешении. Автоматически фокусировки нету, только по тапу, по экрану. Присутствует электронная стабилизация. Камера на 16 Мп. Насколько это видно, судить вам. Давайте вот немножко пройдусь, посмотрим, насколько хорошо заметна электронная стабилизация. Ну, в принципе, да, хорошо. При ходьбе, видите, камеру сильно не трусит. Сфокусируемся. Хорошая камера. Никакой инверсии в цветовом плане нету. То есть, как отображается в реальности, так и камера отображает. Вот такая вот камера. Ну что ж, дорогие друзья, что же можно сказать об этом телефоне? За 150 долларов, которые я его взял, он, конечно же, отличный. Если выбирать между телефоном Umi Touch и этим, я бы предпочел вот этот телефон. Вот только в темно-сером цвете уж больно меня смущают эти черные рамки. Порадовала хорошая комплектация, быстрая зарядка на 9 Вольт 2 Ампера. Один из лучших сканеров отпечатков пальцев. Пусть он не такой мега шустрый, но зато очень корректный. Процент попадания очень высокий. Из минусов это отсутствие индикатора событий, да и производительность. Все же процессор 6753 с Full HD на максимальных настройках в игры вы не поиграете. Но это заметят только игроманы. Зато мы имеем отличный аккумулятор на реальных 6000 мА при не сильно большом весе телефона. Это все благодаря вот такому легкому алюминиевому корпусу. И конечно же не забываем за камеры. Как-никак 16 мегапикселей. Это круто. Да и фронтальная камера вас не разочарует. Вот такой вот получился добротный телефон от компании Oukitel. Мне он понравился. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще не с нами. Потому как впереди вас ждет вот такой вот диско-диско-телефончик на обзоре. Как я и обещал, ждите буквально через пару дней. Всем спасибо за внимание. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok